Сегодня я хочу с вами поговорить о подкормке для развития корневой системы у нашего перчика. Ведь это залог нашего будущего урожая. Чем лучше корневая система, тем в последствии у нас будет хороший урожай. И вот чтобы именно развивалась корневая система, мы сегодня приготовим с вами копеечную подкормку, которую можно, как янтарную кислоту, ее вообще можно приобрести, в аптеке она там стоит 3 копейки в таблеточках таких, только она дольше растворяется. И монофосфат калий. Монофосфат калий вообще идеально растворяется в воде, ну как сахар. Быстрый такой, шустренький. И вот когда мы пересадили нашу рассаду, через 2 примерно 3 дня, как раз для того, чтобы наращивалась хорошо корневая система, ей нужен фосфор. Именно фосфор отвечает за наращивание корневой системы. А для усиления эффекта, можно сказать, нам понадобится именно янтарная кислота. Вот янтарная кислота, как я уже говорю, она бывает и, знаете, вот жиденькая такая, как-то он называется, янтарин, по-моему, да, там очень удобно с ним работать, там вообще одна ложечка на 1 литр воды. С янтарной кислотой мы уже будем брать, знаете, прям вот как на кончике ножа. Я вот буду брать прям, или этой вот стороной, прям чуть-чуть нам надо, немножечко. Для этой чудесной подкормки нам понадобится 1 литр теплой воды, отстоянной, не кипятите, а, ну, знаете, я беру все-таки снеговую воду, снега еще много, заношу домой, ну, что об этом говорить, наверняка все пользуются, и вот она у меня тепленькая такая водичка, и мы берем на этот литр воды, прям на кончике ножа, как я уже говорила вам, янтарную кислоту. Ну, вот янтарин у меня закончился, очень удобно жидким пользоваться, очень, вот не пожалейте денюшек, приобретите. И вот, знаете, все-таки на кончике ножа мы добавим янтарина, прям немножко, не надо нам усердствовать. Ну, вот я еще раз повторюсь, приобретите все-таки жидкий, он более удобный. И на 1 литр воды мы берем монофосфат калия. Я сделала себе вот такую мерную мерочку из шприца, я вам уже как-то показывала. Вот чуть больше 1 миллиграмма у нас будет как раз 1 грамм. У кого есть весы, это чудесно, вот, прям вот так вот, все. А так нам нужен 1 грамм, ну, если нет, сделайте себе вот такой вот шприц, очень удобно, ну, я считаю, 3 копейки. Фантазия у нас, как говорится, буйно развита у женщин. Все размешали. И под каждый корешочек каждого нашего растения, сейчас еще немножко помешаю, очень хорошая подкормка. Как я еще повторюсь, этой подкормкой мы пользуемся прям через 2-3 дня после пикировочки нашей рассады. И можете ей проливать маленькую, прям 1 ложечку чайную, хватит. А когда вот такая уже подрощенная, я могу и по 2 ложечки этого удобрения, скажем, натуральной, ну, прям вот хорошей при хорошей. Она не натуральная, хорошего, хорошей подкормочки, которая именно для наращивания корневой системы. Еще раз повторюсь, ей можно пользоваться и 2, и 3 раза. Ну, а уже потом мы поговорим с вами о тех подкормках, которые тоже необходимы для нашей рассады.